Здравствуйте, зрители, здравствуйте, подписчики. В одном из фермерских хозяйств мы вас сражусь. Мы снимаем деталь. Лазить мы не будем, потому что здесь частная территория. Вид снимем и сбоку. Такой вот аппарат СК-6 «Колоса». Ветер мешает. Двигатель у него шестицилиндровый. Наверное, как на Т-150 тракторе. Комбайн 1986 года. Сняли их еще с производства в советское время. Такой вот аппарат. Ну, это вот он с хитером с подборщиком. Когда косите культуру. А потом уже убирайте вот этой жадкой. Комбайн старый. Он был не облезлый. Опять же, это был 1997 год. Прошло уже много лет. И техника до сих пор на ходу. Интересно было, конечно, помбазить. Частная территория. Здесь рядом стоят еще комбайны. Все они рабочие. Продолжение темы «Колоса». Сейчас мы залезем по мостику. Заберемся на сам комбайн. Посмотрим, что у него в кабине. «Колосья» уже очень редкий комбайн. «СК-6». Ну, практически, с «Нивой» они почти одинаковые. Двигатель «Колоса» шестицилиндровый. «Колоса» шестицилиндровый. Сейчас посмотрим, как он будет. Такие вот рычаги управления всеми механизмами. Внизу, где педали, то же самое практически, что и у «Нивы». У «Колоса» два бункера. Наверное, каждую вместимостью по одной тонне. Потому что у «Нивы» две тонны загружается зерна. Ветер все, конечно, портит. Всю запись. Пускач на аккумуляторе у него. Сейчас мы спустимся. Еще раз спереди поснимаем заднюю часть. Тоже отсутствует стол, накопнители. Тоже отсутствует стол, накопнители. Ремнями. То есть это вот ходовые ремни, вариатор, повышающий, понижающий скорость. Все привода на сжатку. Это вот у него подборщик зацеплен. СК-6 «Колос». На этом мы закончим обзор. Всем, кто смотрел, спасибо. Продолжение темы «Колоса». И нашли еще один комбайн. Тоже он на ходу. Посмотрим его с другой стороны. В округе единственные комбайны «Колосья», которые на ходу. Наверное, их больше у нас в области нет нигде. Тоже с копнителем. Двигатель шестицилиндровый. На этом мы заканчиваем свой обзор. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.